привет друзья доброго времени суток спасибо что нажали кнопку просмотра спасибо что продолжаете следить за моей историей для тех кто не знает хочу коротко рассказать о себе меня зовут ольга 44 года диагноз рак яичников 3 стадия многие кто сталкивается с этим предпочитают не говорить об этом особенности женщины потому что я понимаю тема не из приятных когда у тебя рак груди для рак яичников не каждая решит вынести это публично но я решила я долго думала об этом но решила поделиться своей историей рассказать вам как я прохожу этот путь может быть это кому-то поможет может быть я смогу чем-то поделиться дать какой-то совет и если кто-то найдет это нужным для себя я буду только очень рада на следующей неделе у меня начинается химиотерапия я очень волнуюсь но с другой стороны я не могу дождаться потому что я знаю что чем быстрее начну тем быстрее закончу доктора мне сказала что курс у меня будет 6 месяцев потому что третья стадия к сожалению запущена все запущено может быть не так все запущено я не знаю я что я себя чувствую прекрасно но в общем начинаю химиотерапию на следующей неделе на этой неделе я занималась установкой порта так на меня снова положили в больницу сегодня у меня будет процедура по установке порта выделили мне вот такую палату с двумя койками так что меня можно навестить вполне пока жду своей процедуры читаю полезные книжки вот еще такая у меня есть кстати расскажу вам как-нибудь в одном из видео о пользе эфирных масел порт система для проведения химиотерапии это удобное и безопасное устройство через который пациент получает курс терапии устанавливается тем людям у которых которым предстоит длительная химия и также из этого устройства могут производиться заборы крови удобно это тем что не нужно постоянно тыкать руки искать вены в моем случае мне порт был очень необходим потому что у меня очень тонкие слабые вены несмотря на то что я активно занималась спортом но это просто такое такая физиология но я в своей палате жду свои процедуры по установке порта не его установят вот сюда направо как раз под эту ключицу жаль конечно что декольте мне не поносить довольно долгое время но я не расстраиваюсь по этому поводу ничего страшного порт устанавливается не только для проведения химиотерапии также с этого порта может производиться забор крови что он очень удобно порт может находиться у пациента от несколько месяцев до нескольких лет некоторые люди у которых тонкие вены так как у меня могут жить с спортом со вставленным портом всю свою жизнь о нем конечно нужно определенно заботиться но такой вариант тоже возможен я не собираюсь конечно носить этот порт пожизненно но на сегодняшний день он мне просто необходим для получения моего лечения порт был придуман в америке извините тот пришел ко мне мой декстер извините пожалуйста для тех кто не знает знакомьтесь это мой декстер моя собака ему два года текстер открой глаза поздоровайся со всеми скажи здравствуйте здравствуйте его просто обожаю декстер французский бульдог приобрели мы его же здесь живя в италии и теперь он конечно большая часть моей жизни меня радует он меня смешит каждый день я не знаю чтобы я делала сейчас без моего декстера декстер такой хорошенький я тебя обожаю так продолжают порт был придуман в америке американским доктором в 1984 году и с тех пор был уже применен на большом количестве пациентов порт состоит из титана и выглядит как монета наверно вот такого размера шириной чуть поменьше одного сантиметра лекси не мешаем чуть поменьше одного сантиметра и устанавливается подку так мы сейчас пришел доктор анестезиолог также бы хирург все со мной поговорили сказали давай переодевайся и мы тебя уже повезем так что сейчас переоденусь позвоню маме и поеду на свою меня операцию а с вами уже увижусь потом мне устанавливали порт под наркозом это было менее операции меня усыпили потом доктор иглой сделал мне укол сюда в центральную вену через эту иглу он не ввел катетер наверное сантиметров 15 потом вот здесь под ключицей сделали надрез поставили титановый порт и этот катетер отсюда соединили с этим портом наложили швы заклеили я сама еще не видела как это ве выглядит без ликопластыря ну вот и все то есть процедура где-то заняла где-то около часа я была в операционной чуть побольше потом проснулась и через три часа меня уже отпустили домой всем привет 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 кто за меня переживал вот я проснулась от своей процедуры тут что-то у меня происходит знаю что получающие беспаливающие все хорошо чувствую себя хорошо настроение отличное еще накормили меня так вообще была бы самой счастливой на земле процедура довольно безопасная потому что доктор видит куда он вставляет иглу и куда он и ведет этот катетер потому что а при проведении этой операции пользуются ультразвуковым оборудованием так что я чувствовала себя в хороших руках и в полной безопасности процедура по установке порта прошла довольно успешно спать было немножко некомфортно но сейчас чувствую же себя неплохо без обезболивающих и думаю что даже пойду на небольшую прогулку доктор запретил физические упражнения я думаю прогулка не помешает никому тем более нас выглянуло солнце наверное и вот этого ленивца вот этого ленивца я тоже возьму с собой такси пойдем гулять гулять пойдем пошли гулять так что мы отправляемся гулять химиотерапии я готова во все оружие все тесты пройдены перед химией обязательно нужно пройти компьютерное сканирование всего тела и также пройти анализ крови сделать она издать анализ крови на маркеры на специальные маркеры по раку это у меня уже все сделано показатели отличные остался только еще один тест нужно сделать генетический тест можно будет приступать к лечению боюсь ли я химиотерапии не буду скрывать то конечно я побаиваюсь побаиваюсь побочных эффектов как они могут сказаться на мне на моих ближних но семья у меня хорошая у меня хорошая поддержка не отличный муж у меня прекрасные друзья так что я думаю что мы все вместе справимся поддержкой семьи поддержка родственников друзей конечно помогает но самое главное как ты поддерживаешь сама себя и как ты справляешься со своими эмоциями со своими чувствами мне очень помогает медитация мне очень помогает молитва я никогда так не молилась раньше как я молюсь сейчас и никогда у меня после молитвы не было такого чувства облегчения и спокойствия как у меня есть сейчас я для себя в этой болезни я для себя открыла бога честное слово и я благодарна своему диагнозу за то что я для себя открыла бога и за то что бог мне теперь через молитву помогает справляться со всеми трудностями молитва медитация в моем случае и также физические нагрузки физические нагрузки необходимы для укрепления здоровья для хорошего самочувствия для хорошего настроения нужно просто да даже лучше просто выйти и погулять когда я гуляю я просто как-то очищаю свою голову от плохих мыслей и я разговариваю сама собой разговариваю с богом и как бы мне не было плохо когда я выхожу гулять я прихожу домой всегда с хорошим настроением конечно лучший метод борьбы со своими страхами с плохим настроением это прогулки на свежем воздухе особенно четвероногим другом покажись четвероногий друг вот видите положительный настрой на лечение просто необходим какой бы плачевный диагноз не был бы написан вашей медицинской карте вы должны всегда думать только хорошим только хорошим исходе и думать об этом вы должны каждый день несколько раз в день если кто-то из вас или кто-то из ваших знакомых борется сейчас с этим недугом то пожалуйста никогда не теряйте надежду и веру я думаю что все у вас и у меня и у нас все будет хорошо спасибо спасибо что посмотрели мое видео следующий ролик я выпущу ровно через неделю надеюсь химиотерапия меня не остановит спасибо за вашу поддержку за ваши лайки и спасибо что терпели моего храпуна декстера всего доброго до свидания